Благодаря проекту Михаила Савина, саровские пенсионеры развенчали миф о том, что интернет-пространство доступно лишь молодежи. Конкурс «Праздничный дебют» привлек внимание пожилых горожан и раскрыл их творческий потенциал. Мы уже несколько лет работаем в городском советов ветеранов, и приятно видеть, что очень творческие, активные люди. И вот это время наше, последний год, очень тяжелое, когда пожилые люди были лишены общения, активности какой-то, которой им хотелось бы. Мне пришла в голову идея в рамках дистанционного нашей всей жизни, перехода в дистанционный, провести также дистанционный конкурс для творческих коллективов микрорайонов Совета ветеранов. Тематика – поздравления к 23 февраля и 8 марта. Пенсионеры снимали вокальные номера и чтение стихов, отправляли их на суд жюри. Принимали участие пять микрорайонов Совета ветеранов. В основном, конечно, они исполняли песни, то есть русские народные, памятные песни, песни поздравления к 23 и 8 марта. Также исполняли стихи, стихи, посвященные женщинам, посвященные Великой Отечественной войне. Юлия Павловна Шлаитова записала на видео стихотворение «Письма с фронта», которое она сочинила сама в память об отце, погибшем в 1942 году. Есть две открытки, три письма, времён суровых для страны. Их брат берёг как талисман, ведь письма от отца с войны. Не знал отец, что письма будут в музее под стеклом лежать. Не думая о смерти, славе, вёл воинов страну спасать. Представители КПРФ выложили работы участниц в группе ВКонтакте на открытое голосование. Большой отклик получила видео именно Юлии Павловны. Женщина стала победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». Михаил Савин наградил лауреатов почётными грамотами и призами, а также поздравил всех с праздниками. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.